Продолжение следует... А все, богатые люди покинули нашу страну, просто взяли полностью и покинули. Больше никого не осталось. Все, что вам показывают по телевидению где-то встречи, это все, друзья, 3D материалы. Можете не верить, можете опять-таки продолжать верить и думать, вон они Чубайсы, вон они Путины, вот они еще и Сечены. Однако же, друзья, в России уже никого нет. Ну, помимо двойников, конечно, двойники, возможно, они остались. А Россия вошла в мертвую петлю. Россия вошла в петлю не стерова, как у нас принято было называть, а попросту мертвая петля. В России ликвидируют, это новость за 23 ноября, сегодняшняя новость, друзья, в России ликвидируют 8 институтов развития, Роснано и Сколково, перейдут под управление ВЭБа. Правительство утвердило реформы институтов развития, в рамках которой ликвидируют 8 структур. То есть их создавали, на них тратили деньги, ваш бюджет, ваши деньги, ваши пенсии, ваши зарплаты, все туда работало, а теперь все закрывается. Деньги взяли, забрали, а зачем теперь институты? Но никто же и не собирался на вас работать, на ваше благополучие. Так устроена система нашей жизни. Она поменялась в 90-х годах, вы это не поняли. А надо было понимать, друзья, с самого начала. Да, они, конечно, вуалировали себя, завуалированные действия были у всех. Но ведь видите ли, когда кому-то из вас, так скажем, рублик где-то маячит, то человек бросал все, бросал своих родственников, родных и мчался туда, где замаячил рублик. Ну и все, друзья, вас использовали, вами попользовались, а теперь народ России не нужен. Слушайте мой предыдущий ролик о ликвидации бедности в России. Прекрасное решение вопроса ликвидация бедности в нашей России. Вы еще не знаете, каким образом чудесный образ, который придумал господин Путин, это, конечно, бренд, но это не важно. Важно, что придумано и подано от его лица. И так в России ликвидируют 8 структур. А Роснано и фонд Сколково перейдут под управление госкорпорацией ВЭБ. Об этом сообщает РБК нам с вами со ссылкой на двух собеседников, близких к правительству, а также на источник в одном из институтов развития. По словам одного из источников, издание цели реформы это создать единые механизмы управления института, устранить пересечение их функций с органами власти и коммерческими компаниями. Мне было очень интересно, как они будут это обосновывать. А вот видите, обосновали. Оно, может быть, и не так красиво и смотрится, как вам кажется. Помните Егор Гайдар? Как красиво говорил. Заворачивал слова, заворачивал. А в результате никто ничего не понимал. Но, однако же, все считали, что слишком умно. Это просто моему уму. Там это не достается. Понять, что же такое говорил этот самый пупупулечки, губошлеп такой Егор Гайдар. Уж такое было энцефалитное лицо. Ну что же, друзья, это мое личное мнение, какое у него лицо неэстетичное было. Нет, конечно, такое вот странное лицо. Но именно такие лица управляли тогда народами. Смеялись над народами? Смеялись. А как? Когда вам дали Путина с фамилией Путин, что значит по-французски проститутка? Это что, не посмеялись над народом? Или у вас ни у кого не догадался мозг сопоставить по-французски? Потом это есть путь. Ну да, на Западе были шокированы таким вот совпадением. Однако же это не было совпадение. Это искусственное имя бренда президента, которого вам дали. Но не все равно. Вам же давали Романовых, которых не существовало. И вы же свято верили. Да еще и поклоны бьете роду Романовых, которых не существует. Нет, конечно, цари были друзья, но не Романовы. Итак, в рамках реформы планируют ликвидировать фонд развития моногородов. Также особые экономические зоны. Российский фонд развития информационных технологий, Россинфо Коминвест и агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока. Агентство по развитию человеческого капитала. Знаете, это, знаете, агентство по развитию крепостного права. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике. Фонд развития Дальнего Востока и Арктике. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Все. Работа с Арктикой, которая нужна была, она закончилась. Больше Арктики нет и не будет. То есть, все, что нужно было сделать. Все города, земли, которые там планировались, там создали новое государство и туда переехали те, кому было позволено. А, собственно говоря, эти институты Арктики уже никому не нужны. Деньги отмылись, деньги ушли. И все, прощай, молодость. Что касается части функций этих институтов, то они перейдут к ВЭБ и профильным государственным ведомствам. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в разговоре с РБК подтвердил эту информацию и объяснил это тем, что ресурсы ВЭБ значительно превышают те, что были на балансе профильных институтов развития. Под управление госкорпорацией ВЭБ также передадут МСП, корпорацию, российский экспортный центр, ЭКСАР, фонд развития промышленности, фонд содействия развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере, это фонд Бортника, фонд Сколково, а также Роснано и фонд инфраструктурных и образовательных программ. В рамках реформы обсуждается уход с поста главы Роснано Анатолия Чубайса, об этом мы с вами уже делали видеообзор, где-то, наверное, месяца полтора, а то и два назад говорили о том, что Чубайс раз покидает, значит, он уже все взял, все, что нужно, а Роснано закроется. Это было вот два месяца назад, мы с вами об этом говорили, друзья. А теперь понятно, да, почему? Потому что теперь уже объявили о том, что это все закрывается. О возможном уходе Чубайса узнали в середине октября. По информации издания, он получил предложение заняться Арктикой. И Чубайс прокомментировал так это предложение. Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики, начальником Чукотки. Был такой начальник Чукотки, а теперь начальник Арктики, да? Смешно? Ну, история ведь, она крутится по кругу. Если вы помните, Чукотку завоевывали всего-то навсего где-то уже после 20-х годов. После 20-х годов, когда большевики освоились. Не 22-й год, как нам рассказывают про Чукотку, что 22-й год там установила советская власть. Нет, гораздо-гораздо позже, намного позже и слишком даже намного позже. Ну вот, примерно так же прошло 90 лет, и теперь у нас Чубайс будет, наверное, начальником Арктики. Институты развития – один из инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. И по данным Минэкономики, в регионах создано около 200 таких институтов. А вот Татьяна Голикова, она председатель счетной палаты, критиковала их эффективность, министр экономического развития Максим Решетников признавал, что на выделенные институтом развития деньги можно было профинансировать больше проектов. Но понятно, друзья, что это просто деньги отмывались. Нужно же было под какие-то программы переводить куда-то деньги. Переводить своим детям, переводить самим себе. Это нужны были программы. А так как деньги были громадные, это деньги всего государства, государство наше от Москвы до окраин, так что именно эти деньги, нужно было громадные деньги государства отмывать, стиральная машина. Ну что же, вот и создали громадное количество институтов, причем давали людям тоже кушать, кто-то на них еще работал, кто-то тоже радовался, что их туда взяли. И все, и все лопнуло. Все эти институты, все лопнули, потому что все. Деньги отмыли, но и народ сбежал. Вы, конечно, можете сказать, что да, подавятся они. На них там кара небесная упадет, друзья. Нет, на них ничто не упадет, нигде они не подавятся. Но, однако же, они сами себя переедают, проедают и сжирают. Я вам лучше расскажу сейчас, что такое ВЭБ-РФ. О чем мы с вами сейчас сказали, что все эти институты, которые еще остались и которые сокращаются, они, в принципе, переходят как ненужный товар, уже не ликвидный. Они переходят в ВЭБ-РФ в качестве методического центра в области зеленого финансирования. Это ВЭБ-РФ. То есть они где-то еще останутся на шее государства. И вот что такое ВЭБ-РФ. Это, опять-таки, сегодняшняя новость, что правительство утвердило ВЭБ-РФ, причем ВЭБ-точка РФ. Это очень важно на самом деле. И так в качестве ВЭБ-РФ у нас выступает в качестве методического центра в области зеленого финансирования. Но зеленого, я так понимаю, что это долларовое финансирование. Нет, мы можем говорить о каких-то там культурных зеленых финансированиях, друзья, о зеленом свете или еще о чем-то. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни заявляли, зеленое финансирование – это долларовое финансирование. Даже если это евро, это все равно долларовое финансирование. Имеется в виду зелень. Она всегда была зеленью в российском лексиконе. И каждый знает, что такое эта самая зелень. Так вот, согласно распоряжению правительства номер 3024Р ВЭБ-точка РФ официально утвержден в качестве методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого, в том числе зеленого, развития и привлечения вне бюджетных средств в реализацию проектов развития Российской Федерации среди функций, возложенных на веб.рф Осуществление методологического обеспечения, формирования и развития системы инвестиционной деятельности в сфере устойчивого, в том числе зеленого, развития и привлечения вне бюджетных средств в эту область представление предложений о разработке и регулярной актуализации критериев проектов развития, требований к системе верификации проектов развития, подходов к оценке воздействия проектов развития на окружающую среду и климат. Следующий пункт – обеспечение информационного сопровождения в области финансирования проектов развития в соответствующих международных организациях. И еще один пункт – это взаимодействие с международными организациями по вопросам финансирования проектов развития. Цель нашей работы – создать доступный механизм, при помощи которого российские зеленые проекты смогут подсветить себя для российских и зарубежных отечественных инвесторов и зарубежных ответственных инвесторов и, как следствие, получить больше инвестиций по более льготным ценам, заявил заместитель председателя ВЭБ Алексей Мирошниченко, курирующий направление. ВЭБ РФ уже разработал проект таксономии зеленых проектов и по ней уже был сертифицирован первый выпуск облигаций. И мы благодарны правительству за доверие и за возможность разработать национальную методику на основе наших наработок. Что, друзья, это значит? Это значит, что все слилось, все организации разрушены, все организации слились. ВЭБ – это институт, который будет руководить остатками переводов средств за рубеж. Этим самым 2% олигархов, которые владеют нашей страной, друзья. Это для этого и сделан этот самый ВЭБ. Это знаете, как во время революции царь Николай II оставил руководить Ленина и его бригаду, потом это уже был Сталин, руководить разрушенной Россией, которые и разрушали ее еще больше во времена Ленина, но во времена Сталина потом уже начали разрушенное восстанавливать, но восстанавливать на костях российских граждан. Это тоже были проекты, особые проекты. Если кто-то думает, что во времена Сталина мы поднимались, друзья, во времена Сталина мы уничтожали наших людей, наших русских людей. А уже кто остался в России? В основном мутанты, конечно, друзья. Те, помните, голопузы, которых профессор Преображенский назвал шариковыми. Вот они потом взяли власть, и они вышли на верхушки силовых структур и руководили вами. Что и будет теперь, друзья? Но постепенно страна умирает. Раз страна вошла в мертвую петлю, страна вошла в штопор, самолет уже почти разбился. А вы этого еще не почувствовали. Да, лягушку варят медленно. Да, Россию уже сварили. Но пока еще вам кажется, что Россия живет. Нет, все, этим вот распоряжением показали, что Россия закрыта. РФ закрыта. А что дальше будет? Ну, а дальше будет мертвая петля Нестерова. Я Таня Карацуба, Сиинбурхан. Смешно, конечно, друзья. Вот так ничего мы не можем сделать. Вот какие-то, понимаете, мы все немощные. Мы настолько все немощные, что я сама вот сижу и удивляюсь. Ну, как такое количество народу, такие миллионы народа, населения? И вдруг дали себя уничтожить. И вдруг дали затянуть на шеи мертвую петлю. Может быть, вы что-то мне подскажете? Что же случилось, друзья, с нами, с вами и со всей нашей страной? Я Таня Карацуба, Сиинбурхан. Продолжение следует... Продолжение следует...